Друзья, всем привет! Вы на канале Адвокат Дмитрий Соловьев. И представляете, какая радость! У нас в Украине на целых 30% в период карантина снизилась преступность. Об этом нам заявил наш министр внутренних дел Арсен Аваков. Он утверждает, что во время карантина уровень преступности по всем статьям снизился на 30%. Однако активизировались мошенники. Министр внутренних дел говорит нам, что они очень активно сейчас борются с распространением разных фейков. Вот недавно, например, был такой фейк, что людям рассылали смс-сообщение о том, что якобы есть какая-то фирма, которая приходит в квартиру, делает дезинфекцию. Так вот, он говорит, что полиция быстро на это отреагировала и начала в свою очередь рассылать сообщение о том, что все это мошенники, что это фейк и так далее. Но, как говорит Аваков, такие преступления, они не системные. Министр внутренних дел добавил, что на сегодняшний день самое большое преступление – это нарушение режима карантина. Сейчас я вам покажу фрагмент видео. Наверняка вы и сами уже это видели, если вы ходили на улицу, что люди абсолютно не соблюдают режим карантина, ходят без масок, не держат дистанцию, скапливаются огромными компаниями, на шашлычки там и так далее. Как вы знаете, кабинет министров у нас вел чрезвычайную ситуацию на территории Украины и продлил карантин до 24 апреля. А в ряде европейских стран уже давно был введен комендантский час, люди абсолютно не выходят на улицу и полностью соблюдают самоизоляцию. На момент записи видео у нас в Украине уже более 300, а то и до 400 случаев, зараженных этим вирусом. Как говорят наши министерства, люди подвергают опасности себя, подвергают опасности окружающих, если выходят на улицу и не соблюдают режим самоизоляции. И, как он говорит, если будет введен комендантский час и у нас, то это уже означает введение чрезвычайного положения в Украине. Напомню вам, основное отличие чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения, это то, что при чрезвычайной ситуации, что у нас есть на сейчас, не ограничиваются конституционные права граждан. А при чрезвычайном положении все-таки ограничиваются такое первоочередное право, как свобода на перемещение. Друзья, насчет мошенничества, о котором говорит Аваков, оно действительно усилилось. Ко мне стали обращаться все больше людей по факту мошенничества в этой сфере, связанных с покупкой масок, покупкой дезинфекторов, всяких разных костюмов и так далее. Поэтому, если вы вдруг надумаете себе покупать такие товары с целью их перепродажи, ни в коем случае не осуществляйте полную предоплату на карту, так как останетесь потом ни с чем. Друзья, если вам нужна моя юридическая помощь, обращаемся ко мне, мои контакты указаны в описании к данному видео. А если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и делитесь данным видеороликом с друзьями. Всем пока!